Добрый вечер! Это итоговые новости агентства Хабар. В студии работает Вера Негри. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Как шелковый путь дополнит евразийскую интеграцию? Участники русского ДАВОСа обсуждают совместные усилия для стабильности и роста. Старая песня, государственный дефолт и выход из ЕС. Греция шантажирует международных кредиторов. Добровольцы или наемники. Секретарь Совбеза РК рассказал, сколько казахстанцев завербованы боевиками исламского государства. Нурлыжол в действии. 300 семей отмечают новоселье в Казаларде. И теперь подробности этих и других событий. Решать проблемы с парковкой и ливневой канализацией. Нурсултан Назарбаев поставил новые задачи по развитию главного города страны. Президент посетил сегодня проектный институт, где ознакомился с генеральным планом столицы, скорректированным до 2030 года. Районы вокруг Экспо, нового железнодорожного вокзала и вторая очередь бульвара Нуржол. Темпы строительства и обустройства Астаны с каждым днем будут только увеличиваться. И если раньше в приоритете были глобальные вопросы, то сегодня пришло время взяться за внутренние проблемы города, чтобы людям в столице действительно жилось удобно и комфортно. Будущее очень большое. Мы продолжаем строить город, теперь обустраивать, обращать внимание больше на внутренние вопросы, доделывать, что не доделывать. Мы знаем, какие есть недостатки, есть проблема парковок, мы его будем решать обязательно. Вот недавно ливневые дожди показали, что с отводом ливневой канализации не очень. И этот вопрос надо решать. И надо сполна решать вопросы, наверное, детских садов, школ, по больницам, по культуре, по спорту. Мы закончили. Деньги направлять на то, что нужно людям, удобство делать для людей. Поэтому сегодня я рассмотрел совершенно по-новому, как будут застраиваться новые улицы, которые построены вокруг Экспо, внутри города. Благоустроится водно-зеленого булвара по новому подходу. Новые парки. Самый главный из них ботанический сад объемом 100 гектаров. Это все создает совершенно другой мегаполис в самом центре нашей страны. И будет служить всем казахстанцам на благо наших граждан. Динамика социально-экономического развития столицы впечатляет. К примеру, по итогам первого полугодия этого года рост заметен практически по всем направлениям. Бюджет города превысил уже 350,5 миллиардов тенге, причем треть этой суммы выделяется на социальную сферу. Заметно прибавил воловой региональный продукт, выросли инвестиции. В строительстве цифры увеличились почти на 18%. А еще в Астане стало больше предпринимателей. Статус бизнесмена здесь имеют уже 64 тысячи человек. Строительство столицы за 10 лет фактически было закончено. Все необходимое для столичного города было построено. В последующие годы сделаны огромные шаги. Сегодня Астана, гордость всех казахстанцев, гордость восхищает наших гостей, стал настоящим административным, культурным, деловым, образовательным, медицинским центром нашей страны. 70-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН возглавит представитель Дании. Казахстан займет место вице-председателя. По информации ТАСС, открывающаяся в сентябре юбилейная сессия будет проходить под девизом «Новая приверженность действиям». Одной из главных тем станет борьба с бедностью. Тем временем в Нью-Йорке в офисе постоянного представительства нашей страны при ООН встретились руководители ЮНИДа и зарубежных миссий. Все они познакомились с казахстанской программой индустриализации и концепцией экономической политики Норлыжол. Представители Африканского Союза отметили важность инклюзивного и устойчивого промышленного развития стран, зависящих сегодня от экспорта сырьевых товаров. По их мнению, индустриализация для стран Африки – это единственный выход из кризиса, и опыт Казахстана по преодолению глобальных вызовов будет для них весьма полезен. «Политика индустриализации является важной для обеспечения устойчивого развития. У Казахстана и ЮАР схожие позиции по ее реализации. Нашим странам необходимо работать вместе. Цели развития тысячелетия способствовали прогрессу и развитию наших стран. А теперь мы работаем над повесткой дня после 2015 года». Результат масштабных административных реформ в Казахстане. Число чиновников сокращено в 8 раз. О начавшейся перезагрузке системы госслужбы сегодня заявил первый зампред партии «Нуратан» Буржан Байбек в ходе заседания Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050». По словам министра национальной экономики Ербулата Зусаева, в стране разрабатывают новый закон о государственной службе. Он будет регулировать деятельность чиновников всех уровней, в том числе работников правоохранительных органов. В основе преобразований – сингапурская модель. В приоритете – престижность профессии и, соответственно, достойная зарплата. Все это делается в рамках плана «Нации. 100 конкретных шагов». Реформы Ельбаса направлены на повышение доверия граждан государства, расширение гражданских инициатив и общественного контроля, а значит, активизация и увлеченность каждого гражданина в принятии важнейших государственных решений. Общенациональная коалиция демократических сил приняла обращение к народу страны с призывом активно участвовать в проведении реформ. Заместитель премьер-министра Аберт Бекса Парбаев принял участие в праздновании 90-летия Аллеи Молдогуловой. Из поселка Хобды, малой родины, легендарного снайпера он отправился в Актобе, где ознакомился с ходом строительства средней школы в жилом массиве Нур-Актобе. Застройка микрорайона началась в 2012 году. Планируется, что доступное жилье здесь смогут приобрести 300 тысяч человек. Затем Аберт Бекса Парбаев принял участие в работе межрегионального семинара-совещания. Он призвал бизнесменов Актюбинской области к социальной ответственности. Такой семинар прошел в Актюбе не случайно. Еще в 2012 году в регионе была объявлена акция «Куркие Бертуганжер». В ней приняли участие более 4 тысяч предприятий и бизнесменов. В итоге в области построенной детские сады, спортивной площадки, укреплена материально-техническая база 160 школ. В общей сложности проведены работы на 6 миллиардов тенге. И эта работа должна продолжаться, сказал вице-премьер-министр, обращаясь к бизнесменам. Каждый гражданин должен быть патриотом. Особенно бизнесмены, предприниматели. Они стали такими благодаря государству, благодаря президенту, благодаря тех условий, возможностей, которые им созданы. Теперь они должны оказывать помощь к своей родной земле. Арестованное имущество Талгата Ермегияева об этом сообщили в пресс-службе городского суда Астаны. Уточняется, что арест наложен на доли Ермегияева в уставном капитале нескольких компаний. Между тем, информации о недвижимости подозреваемого на данном этапе следствия суд не располагает. Также представители Фемиды не уточняют, принадлежит ли Ермегияеву квартира на набережной реки Есиль, в которой экс-глава национальной компании «Астана-экспо-2017» находится под арестом. Постановлением районного суда номер 2 Алматинского района города Астаны санкционирован арест на имущество Талгата Ермегияева, а именно на доли в уставных капиталах ТО «Сабек», ТКМ, «Астана-Глобус», «Алматы-Глобус», «Рахат-Афта», «Хозутранс». К новостям в мире. Жители Греции в панике снимают деньги со своих банковских счетов. По данным РИА Новости, только за минувшие сутки было обналичено 820 миллионов евро. Причина кроется в неопределенности на переговорах между Грецией и кредиторами. Соседи по еврозоне требуют урезать пенсии, зарплаты и поднять налоги. Власти Греции отказываются. По их мнению, страна экономит уже пять лет, а ситуация лучше не стала. Эксперты считают, если стороны не смогут договориться, у Греции останется единственный путь – отказаться от евро и вернуться к Драхме. Это будет серьезным ударом по европейской валюте. Очередной этап переговоров проходит сегодня в Люксембурге между представителями Греции, министрами финансов еврозоны и Международным валютным фондом. АЕС готов к более тесному сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И одна из самых стремительно развивающихся экономик мира – Индия. Также проявляет интерес к Евразийскому экономическому союзу. О новых перспективах объединения сегодня говорили в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме. В город на Ниве съехались более 900 топ-менеджеров крупных компаний. В большой дискуссии участвуют представители 120 стран, в том числе и Казахстана. И, как сообщает наш обозреватель Дамир Галиев, диалог идет плодотворный. Дамир, здравствуйте. Вам слово. Спасибо, Вера. Это, пожалуй, впервые, когда на одной площадке собрались главные бизнесы, игроки ключевых региональных и политических экономических объединений мира – Евразийский экономический союз, ШОС, ЕС и БРИЦ. Так, сугубо экономический форум приобрел политический статус. И если сотрудничество ЕАЭС с одной из ведущих стран Азии, Индии, только зарождается, то вот со Старым светом у нас уже прочные торгово-экономические связи. И именно сотрудничество ЕАЭС и ЕАЭС стало ключевой темой форума. Европейцы заинтересованы активнее работать на евразийском пространстве с рынком в 180 миллионов потребителей. Объемом внешней торговли свыше триллиона долларов, совокупным ВВП – порядка двух триллионов долларов. Как будет выстраиваться новый формат работы бизнеса ЕАЭС и ЕАЭС? Есть много предложений, но национальные интересы все-таки прежде всего. Казахстан на дискуссионной площадке демонстрирует свой успешный опыт взаимодействия с Европой в двустороннем формате. Ключевая логика нашего нахождения в Евразийском экономическом союзе является доступ к большому, в первую очередь, российскому рынку. Соответственно, наша логика – мы хотим условно продать потенциальным инвесторам, бизнесменам зарубежным наш хороший бизнес-климат, инвестиционные возможности для того, чтобы они размещали производство на территории Казахстана и после этого имели возможность беспрепятственно торговать этими продуктами на всей территории ЕАЭС. И в эти минуты на форуме обсуждают развитие глобального проекта «Шелковый путь. Значение для Евразии». Идею возродить древнее транспортное сообщение год назад озвучил в Астане председатель КНР Си Цзиньпинь. Идею поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Проект открывает невиданные перспективы на цели на построение торговых коридоров, перестройку геоэкономической карты Евразии. В чем-то там евразийская интеграция дополняет «Шелковый путь». Их надо рассматривать как два взаимодополняющих проекта, не противоречащих друг другу, но дополняющих друг друга. Китай – это основной финансовый донор с 3 триллионами долларов в резервах, основной источник денег Китай. И прямо сейчас на связь с Астаной выходит моя коллега Дана Нуржан, который расскажет о последних новостях сессии «Шелковый путь». Дана, добрый вечер и вам слово. Здравствуйте. В эти минуты представители власти и бизнесмены пытаются прогнозировать пути развития Евразии. Главными движущимися евразийская экономическая интеграция называются Астан, Россию и Беларусь. Участники встречи «Шелковый путь» и «Большая Евразия» отмечают, что пока рано говорить о конкретных этапах формирования нового «Шелкового пути». Пока есть только множество идей и отдельных направлений. Это морское и два варианта сухопутных коридоров. Через Центральную Азию в направлении Ирана и Турции и направление через Казахстан и Россию, Западную Европу. Астана. Форум завершится 20 июня. Ключевое событие завтра – это выступление президента России Владимира Путина. Мы будем следить за заявлениями в Санкт-Петербурге. Спасибо, Дамира. Я продолжу выпуск. В ближайшее время в Казахстане появится система автоматического зачета налоговых платежей. Она позволит исключить ошибки, которые возникают при оплате налогов. По словам руководителя управления госуслуг Министерства финансов Нурлана Рахимгалиева, уже в скором времени оплачивать налоги можно будет в режиме онлайн. Кроме того, как отметил Рахимгалиев, 7 июля практически в два раза сократится число кодов бюджетной классификации по налогам. Запланировано. Реализация автоматического зачета и платежей без заявленных платежщиков. Если вами что-то будет уплощено не на тот код или неправильно, мы у себя в системе без уведомления вас по базе данных находим, что должно было уплатиться и куда, и сами в автомате все сделаем зачеты. Беларусь высоко оценивает достижения Казахстана. Об этом на встрече с главой Сената Касымжимартом Тукаевым сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Адрейченко. Он подчеркнул в стране партнеры по ЕАЭС рады возросшему авторитету Казахстана на международной арене. Высокий гость высказался за дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества, а также налаживание связи между регионами двух республик. В свою очередь Касымжимар Тукаев отметил, что депутаты обеих стран плодотворно взаимодействуют не только на двустороннем уровне, но и в рамках межпарламентских ассамблей СНГ, ОДКБ и других организаций. Надлежащие поддержки также требуют и деятельность Евразийской экономической комиссии. Это новость агентства Хабар. Смотрите далее в выпуске. Добровольцы или наемники. Секретарь Совбеза ИРК рассказал, сколько казахстанцев завербованы боевиками Иславского государства. Гуманизм для всех. Граждан страны и беженцев уравняют в правах на получение медицинской помощи. Мясо в топку. 19 тонн зараженной сальмонеллой курятины не попали на прилавки в столице. Нур-Лэжол в действии. 300 семей отмечают новоселье в Казларде. 400 казахстанцев отправились в сирийско-иракскую зону под контрольную группировки Исламского государства для участия в военных действиях. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Нурлан Ермикбаев на конференции, посвященной вызовам современности, в том числе для Центрально-Азиатского региона. Отечественные и зарубежные политологи констатируют, система международных отношений серьезно меняется. Противостоять вызовам современности могут ускоренная модернизация и реформы. И потому особое значение приобретает национальный план «Сто шагов». По оценкам экспертов, общее количество боевиков из Центральной Азии на Ближнем Востоке превышает уже 2000 человек. Поэтому серьезным вызовом для региона может стать массовое возвращение этих людей, террористов, которые имеют связи с международными террористическими организациями и финансовую подпитку из-за рубежа. Будут выживать, грубо говоря, те страны, которые будут успевать адаптироваться к новым условиям. Поэтому Казахстан сейчас сформировал такую модернизационную повестку. Президентская инициатива идеи пяти инстанциональных реформ, которая вылилась в конкретный уже национальный план. Они, самое главное, формируют такую мощную, сильную модернизационную повестку не только в рамках одной страны, но и для всего региона. Более 60 миллионов человек в мире имеют статус беженцев. Он присваивается тем, кто в поисках лучшей доли, спасаясь от кровопролития, бедности или насилия, оказывается на чужбине, порой очень далеко от родины. Наряду с другими государствами таких людей принимает и Казахстан. Сейчас в нашей стране зарегистрировано 633 беженца. Большинство из них родом из Афганистана, хотя в последние годы в республику стали прибывать и граждане Сирии, и Украины, где по сей день не утихают вооруженные конфликты. Нашему корреспонденту Аскару Сергалееву удалось разыскать беженца, которого казахстанские миротворцы эвакуировали из самой горячей точки планеты. Найти в Казахстане беженцев не так-то просто. Здесь нет специальных лагерей, и беженцы живут так же свободно, как и другие иностранцы. Правда, с журналистами общаются неохотно, видимо, стараются поскорее забыть тот кошмар, который им пришлось пережить. Но сегодня нам все-таки удалось найти беженца из Сирии и взять у него эксклюзивное интервью. Отец пятерых детей Джаляль Аль-Абдулла считает Казахстан своим вторым домом. Его супруга – гражданка Казахстана, позади уже 20 лет совместной жизни. Сначала жили здесь, потом в 2004-м переехали в Сирию, где планировали остаться навсегда, но судьба распорядилась иначе. Там 25 миллионов человек живут без света, без образования, практически без продукта питания. Война – это страшная вещь. Я потерял из близких три молодых парня, не говоря о дальних родственниках, которые просто не знают, за что они погибли. Своему спасению Джаляль обязан жене, гражданке нашей республики. За ними в Дамаск прибыл специальный рейс из Казахстана. Но по дороге в аэропорт глава семейства, опасаясь бомбежки, разделил своих домочадцев на две группы и посадил в разные машины, чтобы хоть кто-то остался в живых. К счастью, теперь вся семья в сборе, и Джаляль благодарит Всевышнего, что оказался не где-нибудь, а именно в Казахстане. Закон о беженцах в Казахстане был издан в 2009 году и спустя год уже начал полноценно работать. Еще раньше наша страна присоединилась к конвенции 1953 и протоколу 1966 годов. Это два основных международных правовых инструмента, которые регулируют эту область. На 1 января 2015 года в Казахстане проживают 633 беженца. Среди них, большинство из них, это выходцы из Афганистана. И последние два года это люди, пребывающие из Украины и из Сирии. Украинцы это 92 человека, которые обратились за статусом беженца, и из Сирии 27 человек. Сегодня все пятеро детей ходят в школу, а сам Джаляль Аль-Абдулла работает в сфере общепита. Новая жизнь, новые друзья и планы на будущее в этой семье теперь связаны только с Казахстаном. Оскар Сергалеев, Ернар Селяубаев, Хабар из Алматы. Уже через месяц беженцы в Казахстане смогут получать бесплатную медицинскую помощь. Соответствующие документы подготовлены. Об этом нашему телеканалу сообщила директор департамента Министерства здравоохранения и соцразвития Гульнара Кукаева. Таким образом, так же, как и граждане Казахстана, мигранты смогут пользоваться бесплатно услугами врачей. По прогнозным данным, сегодня порядка 700 беженцев в стране нуждаются в медпомощи. Действительно, до недавнего времени проблема медицинского обслуживания беженцев была актуальна для нашей страны. В настоящее время в Министерстве здравоохранения и соцразвития разработан соответствующий нормативный правовой акт, порядок и объем, который внесен на регистрацию в настоящее время в Министерство юстиции Республики Казахстан. Согласно утвержденному порядку, медицинская помощь беженцам и лицам, ищущим убежище, она будет оказываться в полном объеме наравне с гражданами Республики Казахстан. Ситуация с наплывом мигрантов в Европу представляет все большую угрозу дипломатическим отношениям стран Старого Света. Еврокомиссия настаивает на введении квот по приему мигрантов и на переселении из Италии и Греции около 40 тысяч нелегалов в другие государства в течение двух лет. Франция твердо стоит на своем. Заниматься беженцами из Африки и Ближнего Востока должны те, кого проблема касается больше всего. В результате границы, о которых почти забыли, с созданием Евросоюза начинают появляться вновь. Пока контроль усилен во Франции и в Австрии. Зарегистрированы случаи, когда нелегалов отправляли обратно в Италию, которая, похоже, отчаялась убеждать соседей проявить солидарность и начала угрожать своим планам Б. В чем он состоит, никто не знает, но заявление лишь усугубляет трещину в дипломатических отношениях. Когда мигранты переходят границу и устанавливается, что они прибыли из Италии, вполне нормально, что они должны быть возвращены в Италию. У нас есть соглашение и мы сейчас вводим контроль, чтобы эти соглашения соблюдались. Ученые сделали первый шаг к сохранению и размножению сайгаков в искусственной среде. В условиях вольерного содержания наконец-то получен первый приплод этих уникальных животных. Двойня от самки Нурай появилась в мае, а последний, шестой по счету, детеныш появился буквально на днях. Сотрудники Агротехнического университета имени Жангирхана намерены создать генетический банк по сайгакам. Проект питомника в 2012 году поддержало Министерство образования и науки. И в течение трех лет на содержание зверей и исследования выделялось по 3 миллиона тингем. Правда, срок гранта завершился в январе и пока проект существует за счет средств университета. Площадь питомника 1 гектар и сейчас здесь находятся 15 особей сайги. Создавая такие же условия, которые происходили при гибели животных в природной среде, создавая уже здесь, в этих вольверных условиях, экспериментируя с этими животными, уже в дальнейшем возможность предотвратить эти массовые гибели животных в природе. Ученые подсчитали, если зима пройдет благополучно, в следующем приплоде будет уже 15 детенышей. В ближайших планах биологов выращивать и отпускать на волю самцов для восстановления волго-уральской популяции. Напомню, что в течение нескольких недель Казахстан потерял почти половину численности сайгаков. По подсчетам специальной комиссии погибли 127 тысяч особей. Причины массового падежа сайгин до сих пор не установлены. Ветслужбам страны предстоит прояснить и другую ситуацию. 19 тонн зараженного мяса птицы едва не попали на прилавки столичных магазинов и в общепит. В изъятой в одном из торговых центров Астаны партии мясо эксперты Республиканской ветеринарной лаборатории обнаружили сальмонеллу. Сегодня на загородном полигоне сотни коробок с испорченным мясом сожгли. По данным территориальной инспекции ветконтроля и надзора, поставщик продукции – одна из птицефабрик Алматинской области. Источник инфекции является, я могу говорить, меткие поставщики, их транспортовка не соответствует. Термоупытка должны. Одна служба не осилит эту работу, мой комплекс не потратит на эту работу. Специалисты продолжат лабораторные исследования. Им предстоит проверить в столице еще 45 складов временного хранения и 13 рынков. Для укрепления межнациональных отношений важно использовать опыт общественных советов. Об этом шла речь на расширенном заседании комиссии по организации года Ассамблеи народа Казахстана. Только в одной Акмолинской области насчитывается почти 300 общественных советов, которые зачастую работают параллельно с исполнительной властью. И, как показывает опыт, эффективно. Дальше нам предстоит, конечно, скорректировать наши планы с учетом того, что 5 институциональных реформ озвучено, приняты 100 шагов. Сейчас идет работа над механизмом реализации. В Казахстане сократят количество разрешающих документов на строительство. Об этом сообщила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Юлия Якубаева. В настоящее время разрабатывается проект единых правил застройки в новой редакции. В частности, будет унифицирован механизм предоставления земельных участков и исходно-разрешительных документов. Предполагается, что это сократит и время подачи заявок и количество бумаг. Как рассказали в Атамикине сегодня, чтобы получить разрешение на строительство, нужно собрать около 260 подписей по 50 документам. Мы хотели бы существенно сократить сроки прохождения документации на каждом этапе. Мы хотели бы регламентировать принцип одного окна с тем, чтобы не мы ходили с этим документом, а документ ходил за нами. И чтобы мы отрабатывали не сроки конкретно рассмотрения на каждом этапе, а конкретно государственную услугу. Первые шесть домов, построенные в рамках государственной программы Нурлыжол, сданы сегодня в Кзларде. Ключи от заветных квадратных метров получили 300 семей. Среди счастливых новоселов многодетные семьи, госслужащие, сироты и семьи, имеющие на попечении детей инвалидов. Для преподавателя 40-летним стажем Дусик-Уль-Ержановая – это счастливый момент. Женщина получила заветное жилье благодаря государственной программе Нурлыжол. Жить Дусик-Уль-Ержанова теперь будет в одном из элитных микрорайонов города. Вместе с ней, ключи от новых квартир, получили еще 300 козлардинских семей. Квартира мне очень нравится. Широкая, просторная, светлая – мечта любой хозяйки. Благоустроенный двор, есть детская площадка и школа рядом строится. Я счастлива. Тем временем в городе началось строительство еще 12 домов. В закладке фундамента принял участие и глава холдинга Байтире Куандык Бешимбаев. По поручению главы государства мы полностью исключили процентные платежи и первоначальные взносы. Таким образом, граждане в рамках программы Нурлыжол, а здесь будут получать квартиры только очередники и 50% молодым семьям, молодым сотрудникам. То есть это специальная политика, направленная на поддержку в том числе и молодых семей. То есть человек, получивший здесь квартиру к концу года, будет платить за квартиру в 60 квадратных метров порядка 33 тысяч тенге ежемесячной аренды. В эту аренду будет включаться и выкуп квартиры. В целом строительство жилья в регионе в этом году увеличено втрое. До конца года планируют создать 158 тысяч квадратных метров арендного жилья. Квартиры получат еще 2440 очередников. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Альхайдар Турлаханов, Хабар, Казларда. И новости спорта. 20-21 июня в Истании пройдет финал пятого сезона всемирной серии бокса «Стана-Орландс» Куба-Домодорос. Стали известны участники парфинала, который в прямом эфире покажет телеканал «Хабар». В субботу пройдут пять боев. Первыми номерами от сборной Казахстана заявлены Этимиртаз Жжусупов, бронзовый призер чемпионата мира Хайрат Яралиев, капитан команды, чемпион WSB 2013 Самад Башенов, а также Мерим Нурсултанов и тяжеловес казахстанской команды Василий Левит. Боксеры «Острова свободы» представлены сильнейшим олимпийским составом. На ринг выйдут племянник знаменитого трехкратного олимпийского чемпиона Феликса Савона Ресландии Савон. Он выступит в весовой категории 91 килограмм с Василием Левитом. Также на ринге в спорткомплексе «Даулет» свое мастерство покажут лидер сборной, обладатель двух олимпийских медалей Раниэль Иглесиас Сатталонго и двукратный чемпион мира Хулио Лакрус в категории до 81 килограмма. Напомню, в прямом эфире телеканала «Хабар» трансляция состоится в субботу и воскресенье, начало в 17 часов 15 минут. Полный состав пар представлен на официальном сайте «Хабара». А в Талдыкургане прошел турнир по стритболу среди женщин. В нем приняли участие 13 команд из областного центра и близлежащих районов. Возраст игроков от 16 до 25 лет. Победители в качестве призов получили медали и спортивное обмундирование. По словам организаторов, лучшие игроки будут отобраны для участия в республиканских соревнованиях. Стритбол – одна из разновидностей баскетбола. Игра зародилась в бедных кварталах США в 50-х годах прошлого века, затем стала популярна во всем мире, в том числе и в нашей стране. От обычного баскетбола она отличается количеством игроков, по три в каждой команде, и зоной игры – половина баскетбольного поля. В баскетбол я пришла, можно сказать, случайно. Я просто гуляла по улице, видела, играют ребята в баскетбол. И меня затянуло. Вот с тех пор я занимаюсь баскетболом, мне это очень нравится. Первая цель – это поднятие женского баскетбола. Вторая цель – развитие школьного баскетбола. Это основы, база должны создаваться все-таки в школе. Мы хотим создать школьные лиги. Также мы хотим создать чемпионаты области именно в лигах, чтобы она состояла не из одного чемпионата в месяц, а именно постоянство, чтобы команды готовились весь сезон. Выпуск новостей завершен. Я благодарю вас за внимание. Приятного вечера и спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова